Сегодня внимание многих жителей Зарайска, как и во всем мире, приковано к событиям в Украине. Подмосковье продолжает помогать всем, кто оказался в беде. Всего в Московской области организовано семь мест для беженцев из Донбасса. Эвакуированные долгое время находились в стрессовой ситуации. Везде для них стараются создать комфортные условия для проживания. Всего Московская область приняла 1300 жителей ДНР и ЛНР. Преимущественно это дети и женщины. 80 из них принял Зарайск. Делегация в составе депутата Государственной Думы Никиты Чаплина, депутата Московской областной думы Игоря Исаева, главы городского округа Зарайск Виктора Петрущенко и председателя Совета депутатов округа Елены Белкиной, а также благочинного церквей Зарайского округа Петра Спиридонова, прибыла в детский оздоровительный лагерь Осетр. Здесь состоялся открытый конструктивный диалог, в ходе которого обсудили волнующие вопросы и пожелания эвакуированных жителей. Спасая детей, они приехали в Россию, взяв с собой только самые необходимые. В детском оздоровительном лагере Осетр для них подготовили комфортные условия проживания, обеспечили питанием и теплой одеждой. Обращения к представителям власти касались самого главного оформления документов и трудоустройства, обучения детей школьного возраста, проведения развивающих занятий для дошкольников, а также обеспечения необходимой бытовой техникой, сим-картами и школьными принадлежностями. Это наши люди и мы говорили сейчас с ними, что их волнует больше всего. Это конечно кроме тех переживаний, которые есть у людей, это бытовые вопросы и наша задача как власти все эти вопросы решить. Тут и вопросы образования, мы должны обеспечить и детские сады и школы, и мы уже сегодня это сделали. Здравоохранение, с момента приезда людей сюда мы провели вопросы и по ковиду тестирования, определили тех, кто болеет, и с другой стороны люди есть с постоянными заболеваниями и диабетики, и люди, которые получают постоянные лекарства, с лекарственными средствами, все беженцы обеспечены в Зарайске. Ну и конечно мы обеспечили всем необходимым, от пеленок, подгузников, рубашек, носок, нижнего белья. Люди уходили просто в пакетах, собирали быстрые вещи, которые можно было положить. Это наши люди, это родные люди, которым мы сегодня помогаем не только в Зарайске, но и в других городах Подмосковья. Среди проживающих в Зарайске в основном дети. Представители власти передали им игрушки и канцелярские принадлежности. Все желающие продолжают оказывать гуманитарную помощь эвакуированным жителям Донбасса.